Привет! Меня зовут Светлана и вы на моём канале Свет Вышивки, видео на котором посвящены моему любимому хобби – вышивке и чтению. На календаре 30 октября 2022 года. Сегодня в программе. Друзья, завтра 31 октября. Многие будут отмечать мистический и очень яркий праздник Хэллоуин. Основная его цель была ознаменовать окончание уборки урожая и поблагодарить богов за него. На ютюбе мы можем с вами видеть, как вышивальщицы часто посвящают этому празднику свои прекрасные работы. У меня пока нет вышивки с этой тематикой, чтобы поддержать, так сказать, атмосферу события. Но вспомнить и прикоснуться к истории древних кельтов, у нас же с вами клуб любителей вышивки и истории, да, мы можем. Так вот, друзья, сразу после анонса заглянём к кельтам. Затем, следующая часть видео будет посвящена вышивке, отчёту за прошедший период с 23 октября по 30. Сегодня, друзья, я представлю вам долгожданный финиш по глуши и продвижение по основному процессу. И в заключительной части видео вновь состоится наше очередное заседание светского клуба. Сегодня, друзья, мы совершим с вами путешествие во времени в мир знаменитых мистических явлений. Мы с вами окажемся во французском королевстве, в маленьком летнем дворце Трианон, королевы Марии Антуанетты. А теперь, друзья, обещанный после анонса Хэллоуин. Во времена кельтов, народа, обитающего на территории современной Англии, Северной Франции и Ирландии, было принято разделять год на зим и лето. Последним днём года считалось 31 октября. Кельты называли эту дату самой нам. Они приписывали дателям мифическую силу и верили, что в ночь перед наступлением зимы земной мир соединяется на время с потусторонним миром. Также в этот день было принято чтить предков. По легендам, души усопших возвращались на землю, чтобы ещё раз увидеть своих родных. К сожалению, вместе с ними оказывалась и разная нечистая сила. Панически боясь привидений, древние жители современной Европы наряжались в жуткие одеяния из шкур животных, чтобы этой маскировкой обмануть злых духов. В эту ночь во всех домах было принято гасить огонь и выходить на улицу к общим кострам. Чтобы задобрить гостей из потустороннего мира, кельты выкладывали перед своими домами лакомства и приносили в жертву домашних животных. Этот обычай передавался из поколения в поколение. После вторжения римлян, кельты, живущие на островах Британии и Ирландии, были вынуждены отказаться от большинства языческих обрядов и принять христианскую веру. Однако народ помнил о Самоне и передавал рассказы о нем своим потомкам. Своё мистическое и жуткое значение Хэллоуин потерял ещё в начале XX века. Для большинства людей праздник стал радостным и весёлым, а популярность оно приобрело благодаря тому, что позволяет взрослым и детям провести время вместе, развлечься и повеселиться. Родиной Хэллоуна считается Ирландия. Здесь издавна существует традиция собирать угощения. Также 1 ноября пытаются отдать все долги. Чтобы это сделать, взрослые усиленно работали. А вот дети шли в гости к родственникам, где получали орехи и яблоки. Именно в Дублине в своё время придумали главную легенду Хэллоуина. Она звучит так. Жил когда-то на свете молодой парень по имени Джек. Он был скупым, а потому после смерти ворота в рай были для него закрыты. Чтобы не попасть в ад, он решил обмануть дьявола и нарисовал на дереве крест. После этой проделки в ад его не впустили. И он отправился в полную тьму. Чтобы осветить свой путь, Джек взял тыкву, вырезал в ней отверстие и положил внутрь зажжённую угольку. Именно поэтому на Хэллоуин существует традиция вырезать страшные лица из тыквы и вставлять свечу внутрь. Ну вот, друзья, мы с вами и прогулялись в компании древних кельтов. А теперь предлагаю перейти к вышивке. А начать, друзья, по обыкновению я хочу с дополнительного процесса. Это бисерная работа от фирмы Абрис Арт, которая называется «Золото в серебре». В моём варианте – Павлуша. Сегодня, друзья, у нашего Павлуши финальный выход. Вот так наш Павлуша выглядит в итоге. Хочу приблизить, чтобы вы могли насладиться красотой волшебного, блестящего, фееричного хвоста Павлиньева. Действительно, золото в серебре. Вот такие пёрышки. Камера, как всегда, начинает меня подводить. Вот так. Но ничего, справимся. Такая бисерная россыпь вокруг него. Очень праздничный получился, нарядный, настоящий солист в риете. А ну, голос Павлуша. Ой, птичка! Да, друзья, мне, повторюсь, очень понравилось работать с бисером. Я вышивала не на станке, а как я уже рассказывала в ранних видео. Сворачивала работу рулончиком и использовала шов, назад иголку или бэкстич. Как вам больше нравится или понять не будет. Конечно, много бисеринок приходилось скрепить, то есть проходить дважды. Какая красота! Хотела найти и показать вам микро, вот, если вы заметите, микробисер, переходящий в бисер. Ой, вот, фокусируй, фокусируй. Такие плавные линии, такие переходы потрясающие. Разработка колоссальная. Мне очень понравилось. И вы знаете, бисер, он настолько успокаивающе как-то действует. Получается, уже вышитые бисеринки, я держу в рулончике их, и они настолько приятны в ладони их вот ощущать, перебирать. Потрясающе! Никакого волнения, как-то вот успокаиваешься, тем более, вышиваешь по нанесенному рисунку, привыкаешь к значкам, совершенно уже не надо пользоваться ни ключом, ничем уже знакомый, знаешь, где какой должен лежать бисер, нанизываешь, и пошел, пошел, пошел вперед. Да, в начале были сложности, дело в том, что вот иголочки, которые были в наборе, может у них кончик, тупее, вот чем у моей иглы домашней, а домашней, домашней, как я говорю, да, ну вот они моментально сломались, руки мне перекололи все, все, а вот моя, остренькая, легко пронзает, я вышивала в два прокола, как вы понимаете, да, никакой сложности, ни пальчиком, ничего, и улочка длинная, я сначала думала, что она моментально выйдет из строя, однако я одной иглой полностью все, можно сказать, закончила, потому что те две иглы, буквально где-то в начале сломались, и все, мне пришлось заменить, ну и хорошо, как оказалось, что они сломались, потому что думала, как я буду заканчивать, все болит, неудобно, сложно, а это, вот что значит правильный инструмент, он может либо отвернуть от работы, раз и навсегда, либо может влюбить в работу, вот что у меня и произошло, сменила иглу, и работа пошла, нить использовала я, титан 2500, для пришивания бисером, ну и все, бисер по ключу, бисера достаточно осталось, то есть положили с запасом, достаточно хорошим, буду использовать в новогодних игрушках, этот бисер, так что все хорошо, очень мне он нравится, красавчик наш, какой, хорошенький, могу вам продемонстрировать, изнанку, так сейчас будет некрасивая картонка, перед вами, ну а по другому, не получается, он же сворачивается, не знаю, такая вот так должна выглядеть, изнанка, не так, у меня она выглядит вот так, так, черные ворсинки, котика моего, ну это не страшно, вот такой получается рисунок, здесь по бокам созвездия Андромеды, какие-то, непонятно, это вот этот, рассыпчатый бисер, ну вот такая, изнаночка, как видите, не черточки, это когда используется монастырский шоу, или полукрестик, да, привычный, для ниточек, тогда черточки, а так, вот такие, и да, кстати, друзья, многие спрашивают, сколько весит Павлуша, а мы сейчас проверим, тут у меня, прям рояль в кустах, случайно, мимо проходили весы, сейчас проверим, так, Павлуша, тихо, не на, не на, не переживай, сколько бы ты не весил, моя любовь к тебе неизменно, включаем весы, диета тебе не грозит, так, что Павлуша, спокойствие, только спокойствие, 140 грамм, вот казалось бы, 140 грамм, да, многоцветки весят больше, но они же на станке, однако, в руке чувствовалось, хочу я вам сказать, ну, вот так, в зависимости от того, как я поверну Павлушу, 140, 141, вот такой, Павел, весомый, в руках чувствуется, ну, вроде бы я вам все рассказала, хвостиком Павлуша перед вами покрутил, еще раз, на прощание, так, как я собираюсь его оформлять, я хочу покрыть лаком, спреем, его, акриловым, возможно, нужно, ну, или какой будет, и без стекла будет оформлен, как и все мои многоцветные работы, вот так, зачем же мы будем стеклом, вот такую красоту искажать, не будем, ну, друзья, как-то и радостно, я очень люблю финиши, как вы знаете, и радостно, и грустновато, кто нам будет теперь мяукать, приветствовать нас, ну, ничего, что-то придумаем, да, я планирую следующие вводить, дополнительные процессы, скорее всего, это новогодняя тематика будет, потому что уже преддверие, так сказать, ну, не совсем преддверие, но для вышивки преддверие, потому что достаточно много времени надо для вышивки, ну, вот, теперь я предлагаю всем перейти к следующему процессу, к основному, напомню, друзья, я вышиваю картину известного итальянского художника Иогению Эдуарду Зампиги, схему для вышивки разработала творческая мастерская артель белый кролик, вот так, друзья, моя работа должна будет выглядеть в итоге, я вышиваю крестиком два сложения нити на аиде 18 каунта, сейчас, друзья, в процессе вышивки третья часть картины, которая называется Анна. На начало отчетного периода моя работа выглядела вот так, а вот так картина выглядит сейчас 30 октября. Для любителей математики озвучу результат в цифрах. Вышито 80,1% картины, в крестиках это составляет 193,828. За отчетный период мне удалось вышить 3849 крестиков. И до полного окончания работы осталось 48,092. И все, всего лишь. Итак, друзья, на конве, как мы можем видеть, продолжаем стеклиться, готовиться к зиме. Как видим, возымела свое продолжение створка окна. цветочек практически окончательное развитие на конве получил цветочек аленький. Своё полное завершение он приобретёт вместе с волшебным горшочком, куда он был определён в своё время заботливыми руками Аннушки. кстати, мы можем уже видеть тонкие намёки её скромного образа на конве. Ну, конечно, пока в виде хаотично разбросанных крестиков. Вот здесь её головной убор, здесь уже личико начинается. Да, друзья, всё собрать воедино. Я надеюсь, если мне ничто не помешает, мне удастся на следующей неделе. Касаемо вышиваемых участков, все признаки многоцветки продолжают преследовать меня на протяжении всей вышиваемой плоскости. Разработчик продолжает баловать разнообразием символом, единичками, двушками, трёшками, крупой. Это когда крестики одного символа на выделенном участке конвы располагаются на таком расстоянии друг от друга, что их нужно отдельно вышивать, крепить, как те же единички, одним словом. Да, разнообразие цветов, как я сказала выше, мы можем наблюдать допустим на внешнем откосе окна. Вот казалось бы оно серое, а нет. Здесь такое бесконечное разнообразие и сиреневые, и белые какие-то беловатые, и зеленоватые, и желтоватые, белые, ну понятно, отображено всё и блики солнца, свет его на откосе, и видимо что-то и от цветка падает. В общем, дизайнер дал прочувствовать всю многогранность этого элемента вышивки. Точно так же, как и допустим стена, которая просматривается сквозь стекла створки оконной. Да, друзья, здесь тоже богатая палитра штукатурки наших героев. Одним словом, друзья, уровень сложности абсолютно соответствует заявленному производителям пятый из пяти, но ощущается всё-таки как шестой из пяти, да. Но результат мне нравится вышивать, не скучно, бесконечная смена ниточки символов, их разнообразием не даётся скучать. Так что, конечно же, продолжаю следовать согласно заданному курсу. Вот так, друзья, полюбуемся ещё раз вместе со мной на проделанную работу. Да, эффект объёма явно просматривается и всегда удивляет и радует. Ну что, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. А теперь приглашаю всех перейти к заключительной части видео. Напомню, друзья, чтобы вы точно знали, что не пропустите смену картинки, соответствующую повествованию. Звук падающей воды в виде капли оповестит вас об изменениях на вашем экране. А теперь по обыкновению наш клуб любезно распахнул свои двери. Настраиваемся на нужный лад и отправляемся в мистическое путешествие во времени. В гостях у Марии Антуанетты или случай в малом Трианоне. Мария Антуанетта была очень молода, когда стала королевой. В дар от своего супруга Людовика XVI она получила маленький летний дворец Трианон, ставший ее крошечным, поистине суверенным государством в громадном французском королевстве. Своим появлением малый Трианон обязан Маркизе де Помпадур, фаворитке короля Людовика XV. Это ей в 1761 году пришла в голову идея построить небольшой замок в парке Версаля, где можно было бы отдыхать от шумного двора столицы. Король исполнил просьбу фаворитки и через пять лет архитектор Габриэль возвел там подлинный шедевр французского классицизма XVIII века. С тех пор в ансамбле здания Версаля особое место занимают два дворца Большой и Малый Трианон. Своим названием они обязаны деревушке, купленной в свое время Людовиком XIV. Пропорции Малого Трианона классически ясны и благородно просты. Они воплощают в себе идею интимного уюта, который достигается лишь в единении с природой. Очарование подлинной романтики ему придают мостики через заросшие протоки, павильоны, устроенные на островах, растущие в точно рассчитанном беспорядке деревья. На излучине двух протоков стоит храм любви, ротонда с полусферическим сводом. Поблизости от дворца находится зверинец, а восточнее от него разбит французский сад с цветником и беседкой. Сам дворец построен из белого и розового мрамора, яшмы и порфира. Вот такой поистине королевский подарок получила Мария Антуанетта. Из окон замка не было видно ни Версаля, ни Парижа, но этот миниатюрный придуманный мир был для нее значительно важнее, чем целое королевство с двадцатью миллионами подданных. До сих пор ничем не занятая душа королевы обрела занятие. Замок стал для нее непрерывно обновляющейся игрушкой. Для этого она собирает лучших художников. На пространстве площадью в два квадратных километра они создают для нее весь мир в миниатюре. Греческий храм и восточный ландшафт, голландскую ветряную мельницу и римские руины. Все искусственно, но производящее впечатление настоящего. Для придания пущей правдоподобности в замке появляются статисты, крестьяне и крестьянки, которые занимаются различными сельскохозяйственными работами. на полях трудятся настоящие пахари, косари и жнецы. Пастухи пасут скот, а крестьянки варят сыр и доят коров. Кстати, сама королева также ухаживала за коровами, доила их и кормила с королевского стола. Днем господствовали пасторальный уклад и мнимое благополучие, а в ночные часы они сменялись вечным праздником. В придворном театре игрались любительские спектакли, в которых принимало участие и Мария Антуанетта. Устраивались банкеты на сотни персон, ярмарочные балаганы и всевозможные гуляния. Стоит ли удивляться, что и замок и все эти королевские забавы обходились казнений дешево. Лишь в 1791 году во время Великой Французской революции была определена полная стоимость трианона 1 миллион 650 тысяч ливров. В действительность, если учесть утаенные затраты, она превысила 2 миллиона ливров. Для страны, в которой царили финансовый торгово-промышленный кризис, бесхозяйственность и всеобщая нищета, сумма была огромной. Это обстоятельство сыграло не последнюю роль при вынесении революционным трибуналом смертного приговора королевской чете, который стал расплатой за власть и наслаждение ею. Революционный смерч, пронесшийся по Версальскому дворцу, не пощадил и Малый Трианун. Он так же, как и другие королевские покои, был разграблен. Но сам замок уцелел, а ландшафтный парк при нем уже во времена республики стал доступен для посетителей. Правда, забредали они сюда нечасто, лабиринт дорожек, узкие проходы между беседками, множество мостиков и аллей оберегали игрушечный мир королевы от толп туристов, предпочитавших главную аллею перед Версалем. Но однажды его покой нарушили две путешественницы и столкнулись с чем-то необъяснимым и загадочным. Странное происшествие в Малом Триануне случилось в августе 1901 года. Прибывшие во Францию две англичанки и школьная учительница Анни Моберли и Элеонор Джордан решили совершить тур по Парижу и его окрестностям. 10 августа они посетили Версаль. Осмотрев большой дворец и все его укромные уголки, подруги решили немного отдохнуть и спокойно пройтись по аллеям Малого Триануна. Стоял погожий летний день и они, радуясь солнцу и наслаждаясь приятной беседой, через знаменитые сады направились к любимому домику Марии Антуанетты, до которого от Версалля было не более сорока минут ходьбы. Но у них не было подробного плана территории и вскоре путешественницы поняли, что сбились с пути и начали плутать. Неожиданно подруги обнаружили, что обстановка вокруг них как-то необъяснимо изменилась. Подул резкий неприятный ветер, все небо заволокло тучами, но самое главное, у обеих одновременно вдруг возникло какое-то странное тягостное чувство. Их охватила тоска, близкая к отчаянию. Они брели как во сне в полном молчании. Неожиданно женщины увидели двух мужчин в маленьких треугольных шляпах, одетых в серо-зеленые ливреи. Костюмы были явно XVIII века. Путешественницы приняли их за переодетых служителей и спросили по-французски дорогу к малому Трианону. Вместо того, чтобы помочь дамам, незнакомцы как-то странно посмотрели на них, а потом один из них простым взмахом руки указал куда-то вперед. Пройдя еще несколько метров, учительницы встретили молодую женщину с девочкой, тоже одетых в старомодные платья. Однако и тогда ни одной из них не пришла в голову мысль, что вокруг творится что-то непонятное и странное до тех пор, пока впрочем, обо всем по порядку. Возле храма любви туристки увидели уже большую компанию людей в старинных одеждах, разговаривавших на незнакомом им французском диалекте. Подойдя к ним женщины обнаружили, что присутствующих явно обескураживает и изумляет их собственный вид. Тем не менее один из мужчин повел себя дружелюбно и с помощью жестов указал им дорогу к малому трианону. Дамы пересекли небольшой деревянный мостик, перекинутый над неглубокой лощиной, и увидели беседку в китайском стиле. При виде сидящего в ней мужчины с лицом изрытым оспой они вдруг испытали чувство безотчетного страха. Незнакомец пристально смотрел на них. Как позже выяснилось, англичанки одновременно подумали об одном и том же. Разговаривать с этим мужчиной нельзя ни в коем случае. И они со всех ног бросились к виднеющимся за деревьями дворцу. Вокруг Триануна было непривычно малолюдно и мрачно. Но не это поразило путешественниц, а вид странной дамы, которая сидела на веранде дворца с альбомом в руках и что-то рисовала. Она была поразительно красивой, в высоком парике и длинном роскошном платье, типичном для аристократок восемнадцатого столетия. Когда Аня и Леонор приблизились к ней, она подняла голову и обернулась к ним. Англичанки приветливо улыбнулись ей, а дама вопросительно и не очень дружелюбно взглянула на них. И в ее глазах застыли ужасы и изумления. В этот момент мимо пробежала слуга, крикнув туристкам, что вход во дворец с другой стороны. Подруги отправились туда. И тут произошла еще одна непонятная перемена. В один момент исчезло чувство напряжения и тревоги. Погода удивительным образом изменилась к лучшему. ярко светило солнце и у входа в Малый Трианон толпились туристы. Шумная свадебная процессия ожидала своей очереди, чтобы войти во дворец. Мир вокруг был привычным и настоящим. И только теперь англичанки наконец-то осознали, что с ними произошло что-то мистическое. Они каким-то образом попали в прошлое. Весь остаток времени, проведенный ими во Франции, был наполнен необъяснимой тревогой. Опасаясь насмешек, туристки договорились друг с другом не рассказывать никому о странном происшествии. Вернувшись домой, обе дамы еще очень долго избегали разговоров о Версале. Прошло три недели, и мисс Мобберли обратилась к подруге с вопросом, не считает ли она, что малый трианон населен привидениями. Та ответила без тени сомнения, что уверена в этом. Когда учительницы стали сравнивать свои ощущения от увиденного, то отметили множество странностей. Мисс Мобберли в частности обратила внимание на неестественность всего, что окружало их в дворцовом парке. Даже деревья казались плоскими и безжизненными, не было эффекта светотени, и ветер не покачивал веток. Но как только они очутились перед парадным входом в Трианон, все и цвета и весь окружающий мир вернулось к нормальному состоянию. Как по мановению волшебной палочки благородная художница испарилась, а на ее месте оказался современный гид, который проводил экскурсию по дворцу. Сравнивая свои ощущения, мисс Мобберли и мисс Джордан выяснили, что даму на веранде видела только одна из них, зато лишь вторая видела женщину с девочкой. Подруги, потрясенные этими обстоятельствами, заперлись в разных комнатах и стали писать отчет об увиденном в этот день в Трианоне. Оказалось, что в главном у них все совпадало, но в нескольких деталях были поразительные различия. Обескураженные этим они обратились в научно-психологический журнал, приложив к письму свои отчеты. С этого времени учительницы серьезно занялись расследованием мистического происшествия. На следующий год они снова посетили Версаль и с изумлением установили, что в парке нет ни деревянного мостика, по которому они шли, ни беседки и множество других вещей, увиденных ими. Никто из служителей Версаля не носит и не носил серозеленых калибрей и маленьких треугольных шляп. Прошло долгих десять лет. В 1911 году дамы объединили свои усилия и написали подробный отчет о своем загадочном путешествии во времени. Когда он был опубликом, антуристки стали знаменитостями. К тому времени они изучили множество архивных материалов, историю Версаля и пришли к ошеломляющему выводу. Им действительно удалось проникнуть в прошлое благодаря какому-то временному сдвигу или пройдя через невидимые ворота между измерениями. Год, в который они попали, был скорее всего 1789. Непонятные служители, вероятно, были швейцарскими гвардейцами ее величества. Именно они охраняли двор Людовика XVI и носили те самые ливреи треуголки. Женщина и девочка, одетые в лохмотье, видимо, были местными крестьянками, проживавшими на окраине. Человека с рябым лицом, так испугавшего их в беседке, англичанки с изумлением узнали в портрете маркиза де Вудрей, одного из главных врагов королевы. А вот кем была красавица аристократка с альбомом в руках, долго оставалась загадкой. Подруги считали, что по всей вероятности встретились с самой королевой, но ни один из ее портретов не походил на загадочную незнакомку. И лишь спустя много лет совершенно случайно увидев портрет Марии Антуанетты кисти Вербюйера, они нашли подтверждение своей догадки. Сходство было поразительным. Множество скептиков потешались над учительницами, заявляя о том, что все написанное ими в выдумке сочиненное из корыстных побуждений. В качестве одного из аргументов они указывали на то, что ни в одном из заступных источников по истории дворца в XVIII веке не упоминалось о деревянном мостике, перекинутом над врагом. Однако в 1920-х годах в заложенной кирпичами каминной трубе старого дома была найдена копия плана дворца, сделанная его архитектором. На ней такой мостик значился. Этот факт прибавил доверие к рассказам мисс Мобберли и мисс Джордан, но все же ничего доказать ученым мужам они так и не смогли. Зато издали книгу, в которой описали свое приключение. Поместили отчеты по горячим следам и многочисленные материалы, найденные ими в ходе расследования. Происшествие в Малом Трианонии остается, возможно, самым известным примером того, как перед глазами человека 20-го столетия вдруг прошли, как живые, сцены прошлого. Но оно далеко не единственное. Совсем недавно работники французского метро выловили странного незнакомца. По туннелю бесцельно брел мужчина, одетый в старинный костюм. К счастью, он попал на тупиковую ветку, по которой в то время не ходили поезда. Очевидцы так описали этого загадочного пришельца. Склоченные волосы, блуждающий взгляд на боку шпага. Можно подумать, с маскарада сбежал. Но вид у бедняги был очень больной. Незнакомец не отвечал на вопросы и вообще как будто не понимал, о чем его спрашивают. Он был доставлен в клинику. Врачи квалифицировали его состояние как стойкую амнезию. Один из психиатров выдвинул версию. Не исключено, что личность пациента стерлась под воздействием какого-то сильного шока. Он забыл все, свое имя, прошлое, язык, даже простейшие бытовые навыки. Это младенец в теле взрослого человека. Он заново учится говорить и пользоваться ложкой. У исследователей аномальных явлений жена Филиппа нас еще твердое убеждение. Что касается шока, конечно, незнакомец испытал сильнейший стресс, когда перенесся во времени на несколько столетий вперед. При этом ученый ссылается на экспертизу одежды и оружия наденыша. Историк Марсель Те по каким-то причинам он не пожелал назвать свою фамилию, так прокомментировал случившееся. Я бы не стал делать столь радикальных выводов. В самом деле костюмы обувь неизвестного по материалам, фасону и технологии изготовления идентичны вещам, производившихся в конце шестнадцатого века. Адекватно тому периоду выглядит и его шпага, и золотые украшения. Но значит ли это, что он и впрямь прибыл из прошлого? Не проще ли предположить, что мы имеем дело с человеком, помешавшимся на почве любви к эпохе Генриха Третьего? Действительно, в современной медицине хорошо известны случаи, когда больные полностью отождествляют себя с историческими персонажами. Проблема, однако, в том, что найденыш ни с кем себя не отождествляет. Зато его вещи словно только вчера вышли из рук средневековых мастеров. Особенно удивляет изящная блохолубка. Знатные кавалеры носили их для защиты от кусачих насекомых. До сих пор незнакомца так никто и не опознал. Так как же относиться к таким необычным явлениям? Можно ли считать их подлинными или они придуманы? В отдельных случаях такое видение прошлого можно принять за галлюцинацию? Но это очень спорный вопрос. Каким образом очевидец мог внезапно осознать, что он галлюцинирует? К тому же во многих странных происшествиях замешан не один человек, а несколько людей, видящих одно и то же. Случай в Малом Трианоне яркое тому подтверждение. Некоторые знатоки аномальных явлений на основе многочисленных фактов, свидетельствующих о том, как люди таинственным образом пропадают, буквально растворяясь в воздухе, считают, что невидимые деформации во времени могут засасывать их, отсылать назад в прошлое. Там люди становятся недосягаемыми для своих близких, не подают о себе никаких вестей. Истинная судьба их остается загадкой. Эта гипотеза весьма интересна и интригующая, но она пока мало чем подтверждается. Какая-то патогенная зона, необычное скрещение подземных водных потоков, магнитных линий, да сколько еще причин могли повлиять на привычные нам законы физики, искривить пространство и время. Может быть действительно время материально и хранит в себе все, что происходило когда-то. А если в определенных условиях оно может не только показать минувшее, но и позволить нашему современнику стать участником прошлых событий. Доктор физико-математических наук Барашенко в этой связи пишет, расчеты теоретиков показывают, что Вселенная возможно состоит из двух наложенных один на другой, очень слабо связанных, почти прозрачных для друга миров. Вполне возможно, что по соседству с нами в том же пространстве времени существует параллельный мир невидимка. В нем должны быть одинаковыми с нашим миром наборы элементарных частиц, атомных ядер, простых и сложных молекул. Словом, все, что определяется физическими законами. А вот более тонкие материальные структуры, зависящие от тонких химических и биологических процессов, могут быть весьма неожиданными. Будем надеяться, что эти загадочные явления, сущность которых пока нам не дано понять, будут все же разгаданы и объяснены. Многие хотели бы шагнуть назад в историю. Правда, современная наука не допускает и мысли, что человечество когда-либо сумеет создать машину времени. Однако некоторые избранные иногда испытывают нечто упорно противоречащее всему, что ученые знают о времени и физическом строении мира. Случай в Малом Трианоме тому пример. Что это было? Призраки, галлюцинация, неожиданное перемещение во времени. А может быть, Анни Моберли и Леонор Джордан не по своей воле неожиданно вторглись в одно из воспоминаний несчастной королевы. И, может быть, совсем не случайно наши путешественницы во времени отправились в Малый Трианон 10 августа 1901 года. Ведь именно в этот день, но только 1793 года, разъяренная толпа зверски расправлялась с последним оплотом королевской власти, швейцарскими гвардейцами. Их серо-зеленые мундиры побагровели от крови. А вслед за этим из тесной коморки Генеральной Ассамблеи в свое последнее скорбное путешествие отправились Людовик XVI и Мария Антуанетта. Их путь был коротким. Темпль консьержа Эшафот. Вот так, друзья, мы совершили с вами очередное мистическое путешествие. Пишите комментарии, мне всегда очень интересно ваше мнение. Ставьте лайки, если тема была вам интересна. я желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. А на сегодня все. Пока-пока. Субтитры